Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джампл Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим самую первую распаковку Xbox Series X. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и написать ваше мнение о будущей распаковке. Кстати, также ловите промокодик на онлайн кинотеатр ОК, а именно на подписку Оптимум на 45 дней. Если что, буквально вот прям несколько часов назад появилось видео о том, как распаковывать данную консоль. Если честно, я не понимаю, откуда они взяли, но очень интересно. Короче, давайте посмотрим. Так, ну, погнали! Кстати, коробка довольно-таки габаритная. Конечно, не прям габаритная, но где-то, наверное, больше, чем у Xbox OnFed. Кстати, по фотке, с обратной стороны данной коробки изображен Halo Infinite. Видимо, компания очень сильно готовилась к выходу, но не смогла. Блин, визынчик. Кстати, коробка довольно-таки стильная. Зеленый цвет здесь прикольный. Вот, кстати, раскрывается она офигенно. Прям офигенно, потому что, обращая внимание на коробку, которая была там у, не знаю, у Xbox OnS и у Xbox OnFed, она раскрывалась так, что вот все выдвигалось. Короче, это было, наверное, не так удобно, как вот сделали в этой коробке, потому что, хоп, раскрыл. Знаете, мне кажется, что в этой коробке можно спокойно перевозить Xbox, и это будет очень удобно. То есть, не надо будет докупать какую-то там сумку. Коробка, в принципе, очень удобная для перевозки. Так, идем дальше. Power U Dreams. Не, упакован, кстати, очень годный, я считаю. Прикольно. Оберточка. Единственное, вот в консолях, когда ты собираешь и пытаешься перевозить, очень мешает вот эта вот пленка. То есть, я пленку не выкидываю, я всегда, когда перевожу Xbox, оборачиваю его, и обернуть самому, ну, немножко проблематично. По крайней мере, в S-версии. Так, это мини-инструкция, наверное. По типу, сунь-батерекер геймпад, очень нужно. Мне интересно, будут ли давать там какие-то кодики по типу голда, ультимейта. Так, кабель питания, HDMI, и справа, соответственно, геймпад. Ну, кстати, геймпад, по сути, так же упакован, как и везде. Вот в маленькую такой пакетик. Ух ты! Вот, вот. Чудилы, блин. Кстати, странно, что он стиками так вот тихонечко пошевелил, потому что, на самом деле, стики довольно-таки громкие. Они такие же, как и у Xbox One. Вот, слышите, да, они довольно-таки громкие. Это, наверное, сделано для того, чтобы не засрали. Типа, ой, у вас громкий геймпад, ой-ой-ой. Кстати, вот к этому тоже могут придраться. Типа, капец, геймпад на батарейках, как так? Но никто не думает, что, в принципе, никто вас не призывает именно играть на батарейках. Вы можете либо докупить аккумулятор, либо вставить аккумуляторные батарейки. Ну, я просто не знаю, как это называется. Или играть по проводу. То есть, ну, это просто свобода выбора. Я считаю, что батарейки в этом случае намного лучше. Ну, в плане того, что есть выбор либо аккумулятор, либо батарейки. Потому что, если у вас будет встроен аккумулятор, то вы его просто так не поменяете. Потому что нужно будет, ну, просто срезать пломбу, минус гарантии и тому подобное. Угу. Не, на коробку мне понравилось, что она вот именно вот так вот раскрывается. Классненько. Что случилось с этим? Работает. И сам Xbox Series X. Ну, в принципе, такой, как и нам всегда показывали. Вот, кстати, глядя на размер, могут сказать, типа, блин, он капец, какой. Он не компактный. Нет, нифига. Когда я делал 3D-модель один к одному, да, из бумаги. Вы, наверное, видели этот видос. То, когда вы его сделаете, вы поймете, что он все-таки большой. Реально большой. И для него придется найти место. То есть, на экране непонятно, каких он габаритов. Даже если по соотношению посмотреть. Все равно ты не ощущаешь, какой он большой. Вот, если кто-то хочет, так скажем, на себе самому понять, насколько он огромный. То просто берите 3D-модель с бумаги, и вы поймете. Кстати, а майки сказали, что они сделали на задней панели, там эти вот всякие штекеры, HDMI, ну, разъемы. Сделали для слабовидящих вот эти вот, так скажем, осязаемые точки, чтобы вы без проблем могли, там, не знаю, не глядя, вставить тот же HDMI или USB кабель. Ну, достаточно, думаю, удобно будет. Прикалывает вставка вверху. То есть, да, она не горит, но так или иначе она придает ей сильный цвет консоли Xbox. Ну, и все. Понятно. Так, ну, в общем-то, все, что могу сказать. Коробка действительно очень удобная. Еще раз повторюсь, ее, скорее всего, очень классно будет перевозить, потому что она удобно закрывается, открывается. И единственное, глядя на эту коробку, скорее всего, могу предположить, что, к сожалению, к большому сожалению, у Xbox Series X, возможно, опять же, это мое мнение, пока не подтвержденное, не будет какого-то бандла первого дня. Если просто кто-то не знал, то когда выпускали Xbox One Fat и Xbox One X, сделали, ну, некие эксклюзивные бандлы первого дня. У Xbox One Fat был бандл первого дня Day One Edition, а у Xbox One X, насколько я помню, Project Scorpio. Эти бандлы мало чем от друг друга отличались. Насколько я помню, у Day One Edition была эксклюзивная ачивка, Gold, пару игр, а у Project Scorpio просто был дизайн консоли. Под Project Scorpio не под Xbox One X, а под Project Scorpio, если что это самое первое название, кодовое Xbox One X. И, в принципе, все. Ну, так или иначе, это было прикольно, типа, ты купил в первый день, у тебя какой-то эксклюзив. Скорее всего, у Xbox Series X этого не будет. Также, по данной распаковке, не видно было, будут ли какие-то плюшки по типу Ultimate, Gold, я думаю, что будет, только нам этого не показали, потому что, ну, как это, положить Xbox и не положить туда Ultimate. Также, смотря данную распаковку, у меня возник вопрос, а не лежит ли там что-то еще, потому что, где лежал геймпад и провода, там довольно-таки много места именно снизу. То есть, как бы, либо она просто не заполнена ничем, либо там что-то есть. У меня просто был слух, кто-то писал в комментариях, или, не помню, где-то, короче, писали, то якобы появился слух о том, что в комплект Xbox и Series X вам положат гарнитуру. Я в это очень сильно сомневаюсь, потому что у новых геймпадов есть 3.5 джек, то есть, в принципе, гарнитура там нафиг не нужна, вы можете присоединить любые наушники, и чтобы там вместе с консолью вам дарили гарнитуру, ну, на мой взгляд, это как-то жирно, и думаю, что нет. Скорее всего, реально там просто пустое место, ну, просто, грубо говоря, они сделали для того, чтобы можно было удобнее вытаскивать. Единственный вопрос, который меня до сих пор волнует, как люди, да, так скажем, это NoName канал был, я не знаю, может быть, это, конечно, какой-то популярный блогер. Не знаю, но так или иначе, видос был залит вообще на неизвестный канал, и как вот он добыл Xbox, я не знаю, просто я надеюсь тоже дорасту до каких-нибудь таких вот величин, до такого трафика, что мне тоже будут давать Xbox, я их буду избирать, анбоксинги делать и тому подобное. В любом случае, короче, ждем Xbox Series X, осталось, по сути, уже меньше, меньше, чем месяц. Те, кто сделал предзаказ, я вас поздравляю, 10 ноября поедем за Xbox'ами и будем также распаковывать. На этом, в принципе, все, если вам понравился данный видосик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о распаковке и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok